Самарская академия культуры и искусств Я тогда жила у подруги, которая в Самаре училась, на экзамены приезжала к ней, и мы вместе там проводили время, и я сдавала экзамены В основном курс был теоретический, в отличие от Англии, где я училась на практическом курсе Тут у нас было, наверное, только пару этюдов и пару спектаклей мы ставили на экзамены А так в основном все какие-то курсовые работы мы сдавали И экзамены, экзамены по таким даже предметам, которые мне в жизни бы и не пригодились, наверное Допустим, у нас была политология, мировая религия, риторика, реклама Может быть, это все для общего развития и хорошо, но как бы в жизни не пригодилось А вот риторика, допустим, мне испортила мой красный диплом Ну так получилось, что весь класс не сделал домашнее задание, о котором мы, кстати, не знали И несколько человек, в том числе и я, конечно же, самый везучий человек на свете, получили два Но потом было очень сложно закрыть эту двойку, поэтому единственная тройка в моем дипломе стояла у меня по риторике Хотя разговариваю вроде бы я четко Ну да черт с ним, ни красный, ни синий диплом вообще никак не повлияли на мою жизнь Никто мой диплом даже не смотрел В 2003 году, после того, как я окончила Академию культуры, я решила поехать в Европу Мне нужна была шенгенская виза Мне нужно было ее откатать, чтобы подаваться на английскую визу Я тогда планировала поехать к брату, который в Англии жил уже с 2001 года и приглашал меня в гости Я поехала в автобусное турне по Европе Это было большое приключение на всю жизнь Я ехала по путевке одна из Тольятти в Москву И из Москвы мы уже выезжали целым автобусом различных людей со всей России собравшихся И мы поехали по разным странам В основном это были Германия и Франция И знаете, как увидеть Париж и умереть? Не умерла Париж, как ни странно, мне не понравился Несмотря на то, что рядом с Эфелевой башней меня местный полицейский пригласил замуж Я тогда еще не знала английский язык, он просто взял меня под руку и сказал Я говорю, да-да, конечно, ага, сейчас Мне тогда было 21 год и это было мое первое индивидуальное путешествие Причем не просто так, а уже в Европу С тех пор мне, в принципе, очень нравится путешествовать и одной. Я абсолютно не нуждаюсь в компании, но с компанией, конечно, веселее. Можно что-то обсудить и как-то поделиться впечатлениями. После этого по Европе я ездила еще два раза таким же автобусным туром. Мне очень нравится ездить на автобусе. Ты просто проезжаешь различные города, хутора, фермы. Мимо просто проезжаешь и видишь, как Европа отличается от России. Не знаю, мне очень нравилось ездить на автобусе. В 2007 году мы с моей подругой из Петербурга поехали в Италию, по-моему, на 17 дней. И исколесили всю Италию, заезжали также во Францию и Германию. Нам очень понравилось это путешествие и это было просто великолепно. А в 2009 году я взяла в такое путешествие свою маму. Мы поехали на целых 19 дней в Испанию. Мы были практически во всех испанских городах. За 19 дней это такая маленькая европейская жизнь у нас получилась. Нам очень понравилось такое путешествие. Жалко сейчас, пока невозможно вот так же купить билет, сесть в автобус и поехать кататься по Европе. Ну, обо всех этих путешествиях я буду отдельно рассказывать. Там очень много различных городов. Какие-то у меня есть, сохранились и фото, и видео. Может быть, в не очень хорошем качестве, но в принципе в 2007-2009 годы уже что-то было. Что-то было на цифровых носителях. В 2003-м нет. Только пленочный фотоаппарат. И да, тоже могу рассказать. У меня есть фотоальбом. Я очень люблю оформлять магнитные альбомы. И у меня уже есть целых три альбома. Моя первая поездка в Лондон. Позже вам немножечко расскажу и покажу. Моя первая поездка в Европу. И также у меня уже оформлен альбом поездки с подругой в Италию. А еще мне надо распечатать фотографии и оформить испанскую поездку. Мои все лондонские туристические путешествия. Ну и, естественно, лондонскую жизнь. Поэтому вот уже два альбома я купила. Надо распечатать фотографии, оформить. Там я не только фотографии прикрепляю, все описываю, рассказываю. Какие-то билетики, какие-то купончики, все прикладываю. И вот так вот на магнитную страницу приклеиваю и закрываю пленочкой. Очень красиво получается. Я иногда просто вечером сяду и начинаю смотреть эти фотоальбомы и вспоминать свои поездки по Европе. Ну, распечатать, я думаю, стоит. Потому что мало ли что случится. Не будет цифровых носителей, не будет вообще никакой памяти. То есть, если ты не распечатаешь фотографии сейчас, то потом ты их тоже можешь не увидеть. А любовь к такому оформлению у меня, наверное, возникла еще с шести лет, когда я завела свой первый песенник. У меня были такие большие красные тетради. Я писала это мой песенник. И туда записывала не только песни, но и также сочиняла какие-то стихи в детстве. Знаете, мой самый главный такой шедевр, который мы всегда декламируем при лепке пельменей. У нас уже такая семейная традиция сложилась. Я написала под Новый год. Вот где-то мы отдыхали на турбазе, и, видимо, родители меня отправили куда-то там тусоваться с детьми. И там была огромная такая красивая елка. И вот я написала такой стих. Под низом вот синий шарик, а повыше красивей. Кто ж докажет, кто ж докажет, что он хочет петь и петь. Но не может он ни слова, ни сказать, ни сказать, потому что, потому что нету рта у него рта. Брат от этого стихотворения был в полном восторге. Только мы садимся лепить новогодние пельмени, это наше традиционное блюдо на Новый год, он сразу начинает с этого стихотворения. Там были еще какие-то менее популярные в нашей семье, но все равно он все мои стихи знал наизусть и декламировал их. Вот такая вот у нас семейная традиция. Ну а также я вырезала какие-то статьи и фотографии из газет. Почему-то у меня приклеена фотография встречи Горбачева с Мазовецким. Где-то какую-то статью я вырезала о том, что Кашпировский приезжал в Тольятти. Это еще то время, это уже прошлый век, но это было в моей и в вашей жизни. И это было интересно. С тех пор у меня, наверное, около 10 песенников скопилось. Я до позднего юношества все так же продолжала, уже была фабрика звезд, все так же продолжала записывать песенки в тетради и вести эти песенники, приклеивала уже картинки этих звезд. Для чего я это делала? Потому что я пела все эти песни вместе с исполнителями. Еду за рулем машины и точно знаю абсолютно все слова. Я любила и люблю петь, но я уже очень давно не пою. Ну и так как я любила песни, и у меня уже с детства был видеомагнитофон, сначала отец начал записывать песни года 90, это самое старое, что у нас есть. А потом и я продолжила эту традицию, записывала каждый год песню года на видеокассеты, а потом пошли клипы. В общем, у меня, наверное, около 50 видеокассет лежит с нашими российскими исполнителями. Песни года, клипы, всякие концерты, там все группы, на которые я тогда подсаживалась. Я помню, начинала с Вадима Казаченко. Кстати, помните, я говорила про записку «Я никогда не выйду замуж»? Вот там я потом дописала, кроме Вадима Казаченко. И у меня еще есть шанс. А потом был Влад Сташевский, тоже, по-моему, дописывала, или Влада Сташевского. Группа «Нана», «Наташа Королева», в общем, все наши такие советско-российские исполнители. А потом мне очень нравилась группа «Эксмиссия». К сожалению, она развалилась, но песни у них были классные. Я покупала диски, записывала кассеты. В общем, у меня очень много вот такой вот, ну, наверное, уже можно сказать цифровой информации, которую надо бы оцифровать. Но, в принципе, многое уже есть в YouTube, многое оцифровали. Поэтому есть такая технология, можно с видеокассетой переписать на диск или на цифровой какой-то носитель. Я даже делала один раз в университете, где я училась на видеографа. Я переписывала с видеокассеты на цифровой носитель свое дирижирование женским хором, который я вам уже показывала. И где-то на какой-то видеокассете у меня записано, как я дирижирую смешанным хором. И, по-моему, какой-то из спектаклей в университете мы ставили, и у меня должна быть где-то запись. Но как просмотреть все эти видеокассеты? У меня, видимо, линтофон уже давно не работает. И куда отнести, оцифровать это? Ну, наверняка есть место в Петербурге, надо поискать. В общем, есть еще что переписать с видеокассет на компьютер. С детства увлекалась коллекционированием. То какие-то фантики от конфет, то вкладыши от жвачек, там, знаете, Love Is или Barbie, то вот эти вафли кукуруку, то этикетки от соков Invite. Все это было в наше постсоветское, так скажем, время. И все это было такое красивое и интересное, что ты хотел все это копить. Потом я собирала всякие статуэтки, кошечек и ангелочков. А основная моя коллекция – это денежки. Однажды в детстве, ну, наверное, мне было лет 10-12, под домом я нашла 20-центовую, по-моему, евро денежку. 20 центов. Но это была первая, единственная иностранная монетка, которую я вообще увидела в жизни. Я ее так холила и лелеяла, берегла. Потом как-то показала другу брата, ну, нашему соседу, он приходил к нам часто в гости. Он говорит, я хочу такую, давай обменяться. Я говорю, а что у тебя есть? У него были какие-то разные 11 монеток, тоже иностранные. И я говорю, давай, мне, конечно же, лучше 11 штук, чем одна монетка. Вот, поэтому мы так с ним поменялись. Потом мне брат стал привозить всякие денежки, где он путешествовал. И я так все копила, копила, копила. Старые советские деньги тоже как-то, ну, вышли из обихода и сложила просто в баночку. А потом, когда приехала в Англию, стала копить красивые, юбилейные. Тогда к Олимпиаде выпускали 50-центовые. Ну, в общем, разные. Все, какие я находила. Там у меня есть и пени, и фунты, и двухфунтовые. Очень большая коллекция скопилась. Особенно, когда объявили, что вот эти фунты, монетки, они там были с разными рисунками, уходят из обихода и остается только одна новая, отчеканенная там как-то. Я стала уже копить все, какие у меня были, оставлять себе на память. Ну, старые деньги, может быть, когда-нибудь и сыграют свою роль. Говорят, что бывают такие монетки, которые вообще за миллионы уходят. С течением жизни я увлекалась разными вещами. Сначала писала песенники, записывала видеокассеты с музыкой. То есть вся моя жизнь была окружена музыкой. Сейчас, кстати, я очень мало музыку слушаю. В основном это было в Лондоне, когда я куда-то ехала в автобусе. Вот тогда в наушниках постоянно слушала Стаса Михайлова. Ну, в последнее время только он мне нравится. Не сам певец, а именно его песни, его стихи, его музыка. Так что ехала в автобусе и подпевала. Потом, ну, всякие коллекционирования, песенники. Всё это писала, записывала, оформляла альбомы. В общем, всё такое творческое у меня. Ну и, естественно, видеосъёмка. Видеосъёмка была изначально моим хобби. Потом всё это переросло уже в профессию. А на данный момент мне нравится собирать пазлы. Вот как-то оно меня расслабляет. Как бы другая такая мозговая деятельность. Ты в это время ни о чём не думаешь. И просто пытаешься подобрать кусочек к кусочку. Потом я нашла сайт в интернете, который позволял мне собирать самый большой, наверное, пазл. Я собрала 11 тысяч кусочков. Это была такая огромная историческая карта мира. Сайт назывался Big Puzzle. Но сейчас его закрыли, потому что платформа, на которой он был основан, закрылась. Там мне очень нравилось. Там каждый кусочек надо было переворачивать несколько раз, чтобы подогнать к другому. Ну и так как его закрыли, я нашла другой сайт. Puzzle Garage называется. Очень много у меня уходит на это времени. Но это меня как-то расслабляет. Я абсолютно ни о чём не думаю. В это время могу слушать что-нибудь. Под это дело я люблю слушать Татьяну Черниговскую. Она много рассказывает про как раз-таки мозговую деятельность. Ну вот пока вот этим я занимаюсь. Может быть, лет через 10 я начну коллекционировать банки с огурцами. Я не знаю. Поживём, посмотрим, что будет дальше. После окончания моей академии я получила диплом менеджера социально-культурной деятельности и была профессиональным организатором массовых мероприятий. В 20 лет я устроилась на работу в Тольяттинский дворец культуры. И там, конечно, мне приходилось ездить по ёлкам, выступать то лешим, то клоуном, то ещё кем-нибудь. А однажды, помню, у нас вместе с моими коллегами нарядили в какие-то руссконародные костюмы, в кокошники. И вместе с мэром города Тольятти повезли в Самарский аэропорт встречать пятикратного чемпиона мира Алексея Немова. Это наш тольяттинский гимнаст. Он, по-моему, тогда завоевал очередную золотую медаль на Олимпиаде. И мы вот с хлебом с солью приехали встречать в аэропорт. Это был интересный такой опыт у меня. То есть вот он рядом с нами стоял, мы с ним сфотографировались. Вот такие вот звёзды уже встречались у меня на пути в 20 лет. Проработав год во дворце культуры, я ушла работать в студенческий центр Тольяттинского технологического института. Там я работала с КВНщиками, какие-то у нас были мероприятия типа посвящения студенты, студенческая весна, Новый год. И это было в течение того времени, пока я училась в Самарской академии. А когда окончила, ушла работать в центральную библиотеку, где также год организовывала какие-то мероприятия, но в основном корпоративные наши такого местного значения для библиотекарей. А потом был Питер. Продолжение следует...